Если заболеть спина, врачи и лекарства не помогут. Они только снимают симптомы. А причина остается. Напряженные мышцы сдавливают нерв, и мы чувствуем боль. Расслабить мышцы и убрать боль можем только мы сами при помощи упражнений. Сегодня мы покажем вам самые эффективные. А в конце я вам назову продукты, которые помогут усилить эффект от упражнений. Вспомните, если у вас заболела спина, а часто боль отдает в ногу, вы идете к мануальщику или к врачу. Вам снимают боль, назначают лекарства. Это помогает на какое-то время, но боль возвращается. И люди, которые часто испытывают боль в спине, они зависимы от врача, либо от мануальщика. То есть это их постоянная история. Причина в мышечном спазме. В норме мышцы должны напрягаться и расслабляться. Напрягаться и расслабляться. А у нас часто мышцы в постоянном напряжении. Например, если вы держите мышку, у вас постоянно напряжена рука. Либо если мы сидим, да еще в неправильной позе, у нас постоянно напряжены мышцы спины. Они не расслабляются, возникает мышечный спазм. Это напряженные волокна, которые сдавливают ваш нерв. Вот чувствуете боль, видите, даже трудно двигаться. Представьте, что это не рука, а ваш нерв. И его мы можем расслабить только сами. Ни один, даже самый опытный специалист вам в этом не поможет. Поймите, что ответственность лежит только на вас, не на враче. Мышцы могут сдавливать непосредственно сам нерв, либо позвонки. Например, вот если мы постоянно сидим, мышцы спины напрягаются, сдавливают позвонки. В этом случае возникают протрузии и грыжи межпозвонковых дисков, которые сдавливают нервные окончания. При грыжах в нижней части спины, вот здесь вот сдавливается седалищный нерв, и боль отдают в ногу. Так что идем делать упражнение. Вот сюда, в ногу. Когда мы испытываем так называемое защемление седалищного нерва, то есть боль отдают от ягодицы в ногу, мы часто, нам вот хочется потянуться, и мы совершаем такую ошибку. Такое вот упражнение, вот резко, знаете, часто вот резко нам хочется потянуться, и мы вот сюда вот тянемся. Но это упражнение делать нельзя, потому что у нас и так нерв механически зажат, давленными дисками, и получается, что мы еще больше усиливаем это механическое повреждение нерва. Посмотрите, как это работает. Седалищный нерв начинается вот здесь с нижнего отдела позвоночника, до стопы продлевается, он очень толстый, толщиной с палец, а он соединен в другую... Что ты показал? Палец. Ну вот этот покажи. Он соединен со всей нервной системой организма, то есть буквально до макушечки головы. И когда мы наклоняемся, нерв натягивается, видите, нам трудно это сделать. Если мы при этом еще и наклоняем голову, натяжение еще сильнее, а нам нужно его расслабить. Алик, вот подними сейчас пятку вот таким образом, подними. Видите, если мы поднимем пятку, натяжение нерва ослабевает, и на этом основано будет наше упражнение. Делаем первое упражнение. Мы ложимся на бок, не на ту сторону, которая болит, а на другую сторону. И нужно выпрямлять ногу. Сейчас выпрямляем ногу в колени, носок тянем на себя. Вот таким образом. Ложимся удобно. Алик, подопри руку под голову. Лежим удобно. И выпрямляем ногу, носок тянем на себя. Голову при этом держим прямо. Делаем аккуратненько. Видите, нерв начинает скользить. Это упражнение на протяжку нерва. То есть нерв вот в этом... Просто чувствуется, как протягивается нерв. То есть нерв в этой области, он протягивает. Далее, если вы чувствуете, что вам легко это делать, либо боль уменьшилась, вы теперь усложняете упражнение, и мы начинаем одновременно сгибать голову. То есть носочек на себя, и в это время сгибаем голову. Выпрямляем. Еще раз. Выпрямляем. И делаем это упражнение порядка пяти минут. Повторяйте упражнение три раза в день. Вторая часть этого упражнения уже на растяжение нерва. Нам нужно лечь ближе к стене. Ногу с больной стороны мы ставим на стену. И нужно скользить по стене. Смотрите, мы делаем вот такое упражнение. Прямо по стене пяткой скользим. Мы расслабляем мышцы. А часто люди делают такую ошибку, когда мышцы напрягают. Например, уже после тяжелого дня напряженного мы идем в спортзал, тренируемся. Такое ни в коем случае делать нельзя. Или если мы плаваем и постоянно голову поднимаем из воды, тогда у нас тоже происходит защемление нервного пучка вот здесь вот над шеей. И может быть еще хуже. То есть боль усилится. Расслабляем. Продолжаем. Делаем такое упражнение от трех до пяти минут. В следующем упражнении мы опять будем использовать принцип протяжки нерва и растяжки нерва. Мы сидим и начинаем. Подложите подушечку под больную сторону. И начинаем распрямлять ногу в колени. И носочек тянем на себя. Стараемся распрямить ее и опустить. Распрямить и опустить. Это протяжка нерва. Голову мы держим прямо. Когда вы почувствовали, что вам уже стало полегче, вы теперь можете уже наклонять голову в сторону своего носочка. И уже будем подрастягивать нерв. Наклоняем, видите, расправляем. Наклоняем. И правильно делаем? Да, правильно делаем. Молодец. И делаем это упражнение тоже в течение трех-пяти минут. Здорово получается. Видите, Валя? Так вот, да? Да. Следующее упражнение. Мы ложимся, поставили ноги на пол. Согнули в коленях. Одну ногу с больной стороны мы положили на колено другой стороны. Видите? И нужно делать растяжку бедра. То есть мы колено подталкиваем. Аккуратненько. Не допускаем сильной боли. Если очень больно, то делаем это очень-очень осторожно. И следующий этап, если у вас получается, если у вас не будет это вызывать сильные боли, мы вот эту ногу подтягиваем к себе двумя руками. Вот так подтягиваем к себе и задерживаем. У Алика не очень получается. Делаем тоже в течение трех минут. Для следующего упражнения нам понадобится вот такой шипованный мячик. Он должен быть жестким. Мы подкладываем его на болезненные точки с больной стороны. Я сейчас его подложу под болезненные точки у меня. И начинаем прокатывать. Положили и начинаем прокатывать. Как получается, прокатываем до уменьшения боли. Когда мышцы спазмируются, у нас возникают триггерные точки. Это болевые точки, точки спазма. Там волокна уплотнены. Они пережимают нервные окончания. И это отдается болью. И нам нужно все эти триггерные точки снимать. Как говорят китайцы, на теле здорового человека боли быть не должно. Поэтому с триггерными точками мы работаем до исчезновения боли. Делаем это упражнение в течение 1-2 минут. Если по какой-то причине вам неудобно это делать лежа, например, болят колени, вы можете это делать стоя. Мячик катаем об стену. То есть, смотрите, мячик положили на стену. И прокатываем больное место. Да, мячик может выпрыгивать. И есть лайфхак. Чтобы он не выпрыгивал, вы его положите в носок. И вот так вот держите. Тогда он точно от вас далеко не убежит. Следующее любимое упражнение Алик. Алик его делал, когда у него было зачемление седалищного нерва. Мы стоим на кирпичик и машем ногой. Движение ноги должно быть свободное. Это та сторона, которая у нас болит. Выславленная нога, не обязательно может быть кирпичик. Что-нибудь. Держим как маятник. Вы можете встать на книжку, кстати. Нога не напрягается. Книга тоже очень подойдет. Толстая такая. Работаем. Толстая книжка, либо кирпич подойдет. Нужно делать это упражнение не менее пяти минут. А лучше до десяти минут. Кстати, вы можете делать это упражнение, если смотрите телевизор. Так что это очень просто. Когда слушаете радио, вы тоже можете делать. И вообще все наши упражнения, они очень легкие и очень простые. Обязательно держите за стенку, за стул, за любую опору. Теперь мы сделаем упражнение от боли в пояснице. Кошка добрая, кошка злая. Мы становимся на четвереньки, на коврике. И начинаем выгибать спину. Делаем злую кошку. Вот так. Выгнули спину, прогнули спину. Выгнули спину, прогнули спину. Выгнули, прогнули. Смотрим перед собой. Выгнули, прогнули. Кошка злая. Кошка злая – это когда у нас спина выгнута. Вот кошка злая выгибает спину. А добрая кошка прогибает спину. И теперь нужно помахать хвостиком. Обязательно для того, чтобы расслабить поясничный отдел. Кошка машет хвостиком. Делайте это упражнение 20 раз. Все упражнения, которые мы вам показали, нужно делать каждый день. И желательно от 3 до 5 раз. Тогда точно они вам очень быстро помогут, и вы забудете о боли в спине. Кстати, если вы хотите заниматься не только телом, но и лицом, и исправить осанку, я подготовила для вас подарок. Это две полноценные тренировки моего клуба омоложения абсолютно бесплатно. На них вы уберете холку, брыли, двойные подбородки, мешки под глазами, нависшие веки. В открытом доступе нигде вы эти тренировки не найдете. Все, кто их прошел, отмечают, что результат мгновенный. Скоро доступ к этим тренировкам я закрою. Поэтому прямо сейчас проходите по ссылке под этим видео и ловите две полноценные бесплатные тренировки омоложения. Если вы просканируете своим телефоном этот QR-код, вы тоже можете пройти к тренировкам. А теперь я назову вам продукты, которые помогут вам при боли в спине и суставах. Часто это происходит из-за недостатка меди. Ведь именно медь это тот элемент, который помогает восстановлению соединительной ткани, синтезу коллагена и защищает наши нервы. Много меди содержится в орехах, в моллюсках, так что налегайте на меди, в злаковых кушайте каши цельные, в сухофруктах, в горьком шоколаде и в субпродуктах, в том числе много ее в печени. Есть некоторые нюансы, которые будут вам медь разрушать. Например, если вы принимаете цинк. Цинк это контрагент к меди и он будет разрушать медь. Если вы принимаете аскорбиновую кислоту, так что излишне ее не принимайте. Если вы много потеете, вот у спортсменов часто бывает недостаток меди, нужно ее восполнять. Если вы пьете хлорированную воду, то есть вода из-под крана, она содержит хлор, нужно ее очищать и потом уже пить. Если вы пьете дистиллированную воду, то в ней просто нехватка микроэлементов и медь не будет пополняться. Также, если вы много загораете, вы тоже будете разрушать свою медь, свой коллаген и, соответственно, вас будут подстерегать боли в суставах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!